Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и это начало сетевой партии за Корею в Сидмерс Цивилизейшн 6 Gathering Storm. В этот раз мы решили сыграть на карте континенты со стандартными ресурсами. Еще из интересной особенности используется мод под названием Good Goodie Huts на увеличенное количество племенных поселений. Обычно карта генерируется с одним племенным поселением на 128 клеток. С этим же модом будет одно племенное поселение на 64 клетки. И как будто этого мало, скауты за посещение племенного поселения будут получать в два раза больше опыта, а это значит, что они, например, сразу могут получить первый уровень. А все эти самые поселения, кроме бонуса, который в них есть, дополнительно будут давать еще и 20 монет. Это все сделано для того, чтобы игроки больше исследовали карту. Игра была подинамичнее за счет большего количества золота в начале. Ну и забегая вперед, могу сказать, что мод себя хорошо зарекомендовал и с ним действительно играть становится приятнее. Традиционно спонсоры канала всей серии видят сразу во вкладке сообщества. Для всех остальных они будут выходить раз в сутки. Во всяком случае, так планируется. И, опять же, прошу вас воздержаться от оскорблений участников партии и от бессодержательных спойлеров. Приятного вам просмотра. Что человек, против которого вы сговариваетесь, на которого напасть, он должен мочь вас переубедить в этом. То есть, для чего мы тогда в голосе разговариваем? То есть, если ты пытаешься каким-то образом, типа, скрыть от другого... Чувака, единственное, чем можно пользоваться, это вот этим... Ну, в дипломатии, когда ты приглашаешь к нападению, там он сразу принимает и начинается нападение, правильно? А с соседями можно метки ставить, просто чтобы города... Ну, вы общаетесь между собой, говорите, да, вот метки, вот тут я ставлю. Это вопрос... Нет, в виду не за метками, а чекать сообщения. Да, нет, ну, просто чтобы... Если ты... Ашан спрашивал про совместное нападение на какого-то игрока. Вот про это, типа, не сговариваться в личных сообщениях и... Метками это не писать. Типа, да, вот поставил метку, давай нападем. Ничего себе, оказывается, люди уже метками пишут. Я первый раз про такое вообще слышу. Ну чё, Корея? Это коварно. Давно я не играл. Так, я забыл, мы в итоге стандартные ресурсы поставили, а не изобильные, да? Ну, тут как бы нету смысла субы идти. Тут хорошее место и под гавань будет. Ой, блин. А можно начать как-то заново. А что случилось? А я случайно нажал, типа, она загрузилась, я нажал правую кнопку мыши, и у меня поселок куда-то ушел, хоть потерял. Ну, не важно, ладно. Ха-ха-ха. Может лучше место найдешь? Случайности не случайны. Но я такого не планировал, а тут оно пошло. Или вырасти лучше? 4-3, а так 3-5. Ну, он вырастет, по идее, быстрее будет скаут создаваться, я так думаю. Так, а где ж мне салон ставить? Тут нет. Вот на этом, наверное, холме поставлю. Блин, ну, желательно как-то салон. Ну, он от гор не имеет никакого. А, размер карт у нас огромный, да? Да, на восьмерых. Там салон. Никаких минусов вроде как, блин, поверь, дайте я гляну. От каждой соседней клетки района, но плюс от правительственной. То есть, рядом с... Ну, вообще, я бы салон рядом с правительственной не... Давайте, наверное, сюда будем пока салон думать. Я думаю, так. Ну, и животноводство, пожалуй, пойду. Так, ну, а здесь у нас сюда... Гавань, конечно, отличная. Будет на плюс 4 тут, даже, наверное, на плюс 5. Центр коммерции. Хотя тут, конечно, вот на реке... Ну, я не хочу производство терять в Кинджо. То есть, здесь Центр коммерции не будут от реки иметь соседство. Я, кстати, подумаю, что, может, и не Центр коммерции там ставить. Тут просто производство. Я не вижу так уж много производства. Хотя карта Новый мир. А холмы мне нужны в моих городах для салонов все-таки. Так что пока... Ну, вот здесь Акведук можно ставить сразу. Забивать это место. Соответственно, можно здесь, например, производственную площадь тогда, вот на этом холме. Блин. Я же мне тогда правительственную ромашку делать. Может, тут какие-нибудь холмы есть? Потому что салон тогда может помешать мне ромашку создавать. Привет, ромашки. Как вам, кстати, иконки великих людей? Откройте, гляньте. Ну, я видел моды. Это у кого-то из наших... Особенно Иоанн Креститель. Выглядит секси. Да, обородка такая неплохая. Ария Абхата тоже неплох. Кто неплох? Велик-веченый Ария Абхата. А, да. Скорее, какой ты индейц. Ну, он и есть индейц. Ну, я имел в виду индейца. Ну, это ж не великий человек в мировой культуре. Это такая далекая связь. Типа, родила Черчилля. И в Циви такая, там, не знаю, какой-нибудь... Великий инженер, да? Берешь... Так, вот и руинка. Не, ну вдруг это какой-то будет великий человек, который через два поколения даст нормального человека. Ага. И вот интересно, увеличится ли скорость производства ска... То есть, по идее, следующим ходом так-то два хода при увеличении, а должен быть за один, если я все правильно... Не, ну, наверное, не увеличится, потому что тут мало производства у меня. Так, а что там Телени Груша? Вчера какая-то замечательная игра была. Нет, Витя. А если так? О, один ход, отлично. Еще раз, что надо играть для этого Маори. До того же. Ну, из мускарты, по-моему, очень повезло. Я просто смотри, выезжаешь, подселяешь, выезжаешь. Сейчас континент, реально много. В два раза больше. Шах, вот на океане. Теперь только на океане. А на океане разве нету этих... Так это ж не руинка кораблика. Ну да, я вспомнил. Ох, ой, какое чудо. А что вы говорите, что много руинок, никто больше, чем два очка эпохи не насобирал еще. Я тоже много не нашел. У меня их четыре, я просто не стал их брать пока. Потому что я всех с дуболомом встретил этих жидк тебе и забегал. Может быть. Может быть. И возит быть так и будет. Так, давайте дальше. Блин, ну что-то нет. Я хочу эту клетку выкупить чудо. Вот это я понимаю. Что у тебя там, вулканы? Хорошо, поверите. Нет, ну короче. Так. Дерево здесь что-то к глазнею. Вулканам может быть. Не, давайте пока так. На... Ну, на старт, так. Класс. Хочу расти. Мне кажется. Как яфина, ты сейчас будешь получать. Другая, реальный союз против керогена. Полностью согласен. А что, что? Почему военный союз против керогена? Я что-то прослушал, что вы там... Он хвалится своими чудами. Что за чудо? Копье Фина? Нет. Мне кажется, знаешь, что чудо, которое у испанца было? Сейчас посмотрим пачка. Которое дает 2 очка оторвовцев. Эльдорадо какое-то. А, 2 очка оторвовцев и полководца. Смотрите, замолчал. Я отмекиваюца, походу угадал. Ну, это действительно хорошее чудо. Так. Ну, пока очков никаких. О, лошадей обнаружили. Отлично. Переключаемся на эту клеточку. Просто здорово. Так, ну что, давайте уже бомбить. Вон у меня пишется, клетка есть, престиж средний, минус 1. Так, что мне дальше? Мне вообще нужно 3 клетки обрабатывать. Лошадей мы точно обработаем. Ну, слоновую кость тоже обработаем. Ну, наверное, тогда... Да, давайте, наверное, мореходство. Если руинок в 2 раза больше, значит, шанс получить строителя тоже в 2 раза больше. Ну, да, но там процент определенный. Там же все руинки... Там же 3% было, да. И, по-моему, шанс получить более что-то крутое из руинки зависит от уровня скаута. Не знаю, не буду говорить. То есть все сейчас строят скаутов, а не рабочих. Надеюсь, найти рабочих скаутов. Нет, ну там рабочих скаутов можно, как бы. Один скаут-то должен быть хотя бы. Да, одного маловато. Как-то все телеполеет. Не знаю, я всегда живу с одним. Не хватает. Да, что-то собрал скаут, и у меня... Он уже 4 хода идет, и ни одного вообще с леса не выйдет. Ни руинки, ничего. Нет, я пока постою. Я возьму все-таки на плюс 5 противоров, как-то больно. Варвары бьют. Так, 4, 1, а так 3, 1. Отлично. Я в кишке. 4, 5, толщиной. Поздравляю. Так, ну все, он тут как видок уже не ставится. Она затапливается. Зашибись. Слушай, ты восстанешь, ты будешь выходить. Где компьютеры, там и самолеты. Ну, пока единственные... Сейчас с люки там пока никакие на плюс 5 сейчас будут. Вольнодумственники, они будут. Ладно, пока посмотрим. Нет, ну и рыбы, ни одной. Да, ну это печалька. Подожди, может, проговорят. Не все так плохо, друг мой. Ну и потом, наверное, в салон надо идти. Хотя игорное дело надо открыть еще. О! Взяли прокачку. Берем. Плюс 5 против варваров. Хотя, слушайте, а нафига мне сейчас плюс 5 против? Я его и так без этой возьму. Так, и 2 слава до пансиона. Я, короче, открыл руинку в руинке, нашел ускорение. Точнее, как скринь полностью открыл технологию. И теперь у меня открыты луки. У меня их строить 6 ходов. Ну, зато ты Артемиду можешь зарашить. Да. О, если есть лагерь. Артемиду-то подсказочка, да? Хорошая, да. Да, хоть теперь. Теперь бы найти лагерь, да? Ты мне сначала от этих отбиться от... А теперь нету военного курса. Теперь любой курс. Это у тебя цивилизация, видимо. Видимо, кто-то за Польшу играет, я угадал. Кто-то спалился. Что такое Польша? Не только у Польши, там есть вот этот, я забыл, у кого еще. Ну, у Польши вместо военного курса дают универсальный курс. Ну, это универсальный, да. Еще у кого-то дают вместо военного. Нет, у Германии, по-моему, дополнительный просто военный. Нет, это у американцев все ячейки... А, у американцев? Он дипломатически превращается в универсальный. Не помню. У Польши... У Польши военный, по-моему, меняется. О, Вавилон. Отлично. Но я его не первый встретил. Удроитель, как бы. Вот, блин. Еще разведчика дали. Хорошо, кому-то там. Так, ну то есть... Ну, я пять штук собрал, всякая фигня была. А где это Артемида вообще? А, вот нет. Ну да, лошадей, слона, рыбу. Да, лагерь это слоны или олени, которых вообще нету. Или свиньи. Там еще свиньи, еще лисы, как бы, довольно много. Ничего этого нет. Даже в пределах десяти клеток обозримых вообще нету. Отлично. Минус конкурент на Артемиду, значит. Да, токус этого ускорения. Ну что, ты можешь кого-нибудь зарашить луками? Строй. Пойдем. Приходи. А если ты Нубия, смотри, тоже неплохо. Ну, мы уже выяснили, что он точно не Нубия. А, шесть ходов, да, так что не Нубия. В смысле, шесть ходов. Ну, Нубия бы они под шесть ходов бы не строились. Так, ну, надо, наверное, этим скаутом сюда бежать. Тут мы себе ничего не поставим, раз, два, три. А, кстати, сюда влазит город, да, на этой речке. И куда-то сюда, ну, по побережью можно будет встать. Ну, сюда прям, хотя тоже неплохое место с другой стороны. Знаете, я на дуболомом вот сюда схожу, посмотрю, что тут. Так, этот скаут сюда идет. Этот скаут сюда идет. Так, вот теперь можно чисто на производство переключаться. Шесть, два. Давайте тоже так. И так. Хотя вот тут пока клетка вот эта лучше, чем с лошадьми. Не, ну я сейчас обработаю рабочим, и с лошадьми станет лучше. Тут будет производство. Ну, норм. Норм. Мне пока нравится мой старт. Вот тут хорошее место, где руинка, я уже вижу. Ну, наверное, ниже, чем руинка, хотя посмотрим. На реке. Тут много производства. Я, наверное, даже сюда поведу, скорее всего, первого поселенца. По-моему, скауты друг другу зону контроля не делают. Хотя сейчас глянем. Я не буду атаковать скаутами скаутов, потому что у меня нету плюс пять. Зачем мне ранеными скаутами ходить? А он меня пускай атакует. Его право. Не возражаю, как говорится. Блин, все-таки есть зона контроля. Не дает круинке подойти, гад. Мало того, что тут речка. Заметки так получают дофига опыта. Еще и дополнительный опыт получил от руинки. Так, а он же не стакается больше одного уровня. Вот это вот. Обидно, да? Так. Вот эта гавань здесь будет. Ништяк. Сейчас на конях приедем. Слушайте, а давайте я поселенца куплю здесь уже. Я на луках прибегу, покажите куда. Так, давайте горное дело. А что там есть? Какое-то чудо, которое надо строить, чтобы промышленная зона была возле реки. Какое-то природное чудо. Это не промышленная зона возле реки, а само чудо возле реки. И рядом с промышленной зоной. Ну почти, я так и сказал. Так много денег, потому что мод мы играем на руинке. Каждая руинка дает 20 монет. Да, надо где-то тут сейчас ставить. Я сейчас поведу поселенца. Тут хуже места. Какой вулкан? Тот. Хай становится активным. Вообще не возражаю. Так, норм. Посмотрели. Что у нас тут? О! О, как! Ух ты ж, мама миа, доповеды. Здорово. А, это даже ты? Я думал, это даже я. Далеко ли ты? Ну, не особо. Ну, наши коги. Что и строители дали? Огоничьте. Так, значит, тогда тут обрабатываем и пошли этим вниз. Так, ну, наверное, пора сразу следующего поселенца что-то... Так, кто тут? Зомби, привет. Откладывать. А ты откуда взялся на моей территории? Не, не бери эту руинку. Противно, это мое. Что-то твоя территория. Фу-фу, брось каку. Ой, надо было апнуть. А, нет, нет. Да. Конечно, страшно. Вот тут может кто-то выскочить из тумана и ножик из кармана достать. Ну, и этот скаут, товарища, сюда, наверное, встанет. Да. Ну, не очень удачно. Да, да. Так, что с пантеоном? Я смотрю, вот так неплохо. Давай, ты не пойдешь туда дальше. Дополнительная зера. Понимаешь, у меня больше некуда идти? К лечению... Понимаю? Ну, просто у меня тоже больше некуда идти. Ну, не особо, у меня плантации, зато есть. Платформа, обязательно нужно было убиться об разведчика, а не об прачника. Да, блин, что-то тут с горами, конечно. Так, мне кажется, туда нет смысла идти, раз там канадец уже. С другой стороны, почему бы его и не исследовать? А, вон его граница, ага. Так, блин. Ну, этого скаута надо убить, но он сейчас далеко будет бежать. Блин, как мне тут... Давайте, может, юнит какой построим. Прощник, хотя бы. Прощник, лошади, лошади будут прибавляться? Да. Да. Блин, я не успел выбрать понятие. Не хочу какое-то говно брать, но сейчас кому-то другому дадут. Выбирать. Вообще, это опасно. Тут он... Мы не знаем, с какого он лагеря. Там, может, кто-то его лагерь уже захватил. И сейчас мне скауты... Он заберет... Ой, скаута, поселенца заберет. Это будет, конечно, грусть-печаль. Нет, ушел. Фуф. А когда ты говань будет давать... Тебя это вот... Кого? Науку пускает. Это мой золото. Это мой гриня. Говань всегда дает золото. Нет, нет, недалеко. Насколько недалеко. О, гриня, здорова. Если, что-то я у вас все статусы... Так, куда он побежал? О, Ашен. А ты где вообще? Где мы с тобой встретились? Кому, да. Зато Нанмадол первым встретил. Кстати, Нанмадол... Ох. В моем случае... Ваши рынки на побережье озера воздает плюс 2 культуры. Мне надо его с союзами. Будет довольно много районов на побережье. Даже вниз туда 15 клеток уже прошел. Нету, это все один континент. Так, мы пошли канадцы исследовать. Давайте думать, где я тут хочу город поставить. Нет, 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 нет. Город. Тут или тут? Чуть тивее, я чуть позже поставлю метку. Ладно. Ты свои тоже поставь? Ну, это скаут явно с этого лагеря. Так что можем не бояться пока. Сейчас мы вот здесь вот нормальный стрим. Мы сейчас про такую скауту точно. Да. Что-то подвисает. Да. Там метку кто-то поставил, ставит просто. Ну, да, я поставил. Ну, показать, где... Блин, этот варвар атакует. Сейчас пускай будет. С следующим ходом. А, кстати, вот это как раз варвар. Ой, слушайте, я тут... По опасной этой хожу. Дорожки. Потому что этот варвар как раз с того уничтоженного лагеря был. Так, ну, Нанмадол, ты мне тут что-то мешаешься. Ладно, я пока сюда пойду. О! То есть, проходя через эту, тоже забираешь ее? Прикол. Этого я не знал. Так, мастерство ускорено. Что, ГГ-шка есть? Открылен. ГГ-шка, мастерство. Опять, возможность здесь пантеон. Ну, плантации, у меня тут мало плантации, не знаю. От редких и бонусных изот каменоломен точно нет. От гриня, ты что-то от рыбацких судов. Слезица не будешь, я надеюсь? Ну, кстати, вариант производства. А, да, там есть еще на природе, да? Либо... А, дожди, Гриня. Да и не, я возьму от рыбацких судов. Слезица не, ну, и сторону. Возможно, нет. Возможно, да. Я возьму от рыбацких судов. Ай, боже. Мне кажется, он сейчас поломает тут лошадей. Ну, мне надо салон обязательно построить. В Кенжу. Ну, пока вот это действительно лучшее место получается. Вот этот убился в Кенжу. Просто. Да, давайте. Блин. Вообще, я хочу... Тут холм, луга. Это я потеряю или нет? Ну, я хочу апнуться. А где гвешки? Я потеряю. Давайте так сделаем. Ну, она от меня в 15 клеток вниз. Там Иерусалим будет. Так, что обрабатывается? Еда, производство. Еда, производство. Еда, производство. Ну, в принципе, правильно все обрабатывается. И ничего не разрушил в итоге у меня. Варвар, да? Зашибись. Так, пошли сюда тогда дуболомом. Да, в смысле рядом с тобой который? Да. Так, этого канадца, значит, нашел Вавилон. Влево, если идти. Нанмадол никто не нашел. Хм. Блин. Все, не успеваю канадца исследовать. Ну, и тут конец карты сверху. А внизу, а до низа еще не дошел. То есть, это вот конец карты. Здесь где-то венгры еще кто-то должен быть. Венгр никого не нашел? А, кого-то встретил. Надо, чтобы золото выйти. Гриня, кого-то еще встретил? Кто? Ладно, кто встретил Гриню? Я встретил Гриню. Ну, и как он тебе? Если он хочет селиться в мою сторону, то не очень. Так. А тебе он как? Норм симпотный. А земля у него хорошая? Я не знаю, честно говоря, я его только встретил. Блин, может тут все-таки ставить? Я просто боюсь, что если я сюда прыгну, я могу встретить варварский юнит. Поэтому давайте лучше тут. Ну, пока сейчас-то его нету, но он мог быть. Он мог быть просто. Поэтому... Так, сразу покупаю торговца, пожалуй. Наверное, вырублю лес. Так, три хода письменность. Как раз два хода посел сделается. Один ход я отложу и начну салон строить. Выкуплю эту клетку. Сколько она стоит? Не показывает пока на переходе. Лучник варварский, да? А с тем же успехом он мог и появиться... Давайте, наверное, один ход подожду с отправкой. Караван может разграбить его. А с тем же успехом он мог появиться и с другой стороны. Вот здесь. И проблема у меня была бы. То есть, он здесь вот появляется, и я этим ходом сюда хожу, и все. У меня ход закончен. И он забирает у меня этого посела. Еще руинка. Гриня, вот тут рабочий, это твоя столица, да? Так, куда он? Что вот сейчас был за лаг? Какого хрена он сюда поехал? Ладно, тут вырубать все равно лес. В любом случае... Давайте раннюю империю. Производство строителей. Так, а почему я здесь... Что я здесь... Мне тут от строителя дела? Зачем я тут строю... Монумент? Вот прям сейчас. Так ты уже два посела прямо. Офига себе тут канадец армия поселенцев. Да, выдвигаемся. Великое расселение. Надеюсь, не в мою сторону? Ну, мы тут с тобой... Свою хранат. Оргами, горами. Наделены так, что уж явно не в твою сторону. Оленье озеро. Так, я тут постою пока. Тут заби... О, торговца дали. Отлично. Будет лишний торговец на будущее. О, окат встретил. Зашибись. Так. Да ты в мою сторону, зомби, уже двигаешься? Конечно. Так, ну вот куда? Ну, тут надо куда-то сюда ставить. Ну, я в его сторону еще города не поставил. Так, значит, один ход тут пропускаем в Кянджу. Я еще даже ни одного города не поставил в целом. Тут... У меня вообще производство нет. Ты не один, друг мой. А он уже второй такой не ставит. Или третий. Пока. Аквилея. О, спалили. И называй чужие. Это точно. Нанмадул хочет караван, но не сейчас. Я сейчас от первого. Не долго, да. Далеко не когти. Там всего лишь один. Это не считается. Так. Кто вообще в соседях у Алексея? Ну, я только Гриню нашел, но я не знаю, где его города. Встретил в смысле еще Гриню. Ну, наверное, он будет у меня в соседях. Скорее всего. Его города рядом со мной. Мне это не нравится. Ну, в любом случае соседи будут, как бы. Я больше сюда. А вот смотри, ниже твоей столицы лояльность. Это ж не твой какой? Ты же еще не поставил города? Массима. Я не вижу никакой лояльности. У тебя... Вот, короче, у тебя ниже тебя кто-то есть. Я только лояльность вижу. Ниже твоей столицы. Ну, а ты же ниже меня. Может, это... Нет, это не от тебя. Это от кого-то другого еще лояльность идет. А если я вижу лояльность, значит, это от Гринни. Потому что четвертого нашего чувака я не встретил. Значит, Гринни где-то дорогу здесь. Нет, давайте, знаете, что так вот сделаем все-таки. Что-то неохота мне. Аж два дуболома бомбили мне лицо. Гринни, лучше тебя меня не встречать. Я боюсь ты еще. Так, значит. Ничего страшного. Я тоже покупаю клетку. Все. Помогу. Савон. Удаляем. Вырубаем. Построили. Зашибись. Так, библиотека мне... А какой там у нас ученый? Три... Не то, чтобы хотелось как-то спешить с этим делом. Так. Давайте, наверное, прачника. Сделаю. Еще одного. И пошли. Пошли в астрологию. Не, ну если я тут в золотой век не выйду, это будет очень удивительно. Так, как бы мне тут еще меточки расставить. Ну понятно, что вот эта территория вся моя. То есть, Канадис где-то тут поставит на реке. И мне надо где-то на реке ставить. Блин, вот этот, конечно, лучник. Видите, как не в тему он тут действует. Ладно, давайте мы этого скаута поведем на защиту. А этим дуболомом пойдем этот лагерь зачищать. Заодно исследуем территорию. Так, тут будем перепрыгивать речку. Тут тоже вырубаем. Блин. Мне бы какой-нибудь еще райончик построить. На самом деле, ладно, давайте два прачника. Следующим ходом можно карточку на поселенцев ставить еще. Нет, два каравана, которые я не... Очки сильно. Поднимись от моей столицы чуть выше и правее. Чудо какое-то классное будет. Я вижу, ты туда ведешь еще и поселы. Великолепное чудо. Это будет город, просто гордыня моей империи. Ой, да тебя уже спалили. Ну, судя по клеткам, это, видимо, то чудо, которое удваивает выхлоп. Нет. Ну, похоже на то. Вулканическая почва, то есть там что-то извергает. Везувь, что ли? Это, видимо, уже... Эй, я фидлякудель, наверное. А вот это вообще страшно. А, нет, Килиманджаро. Ну да, удваивающее, удваивающее. Прекрасно. Да. Так, наконец-то. Могу в Кенжо отправить. Так, этот у нас будет ждать, когда у меня будут свободные места для караванов. Ну, это пускай пока тут стоит, значит. И карточку на поселенцев, и начинаем их строить. Так, удвоенный опыт юнитам разведки, наверное, харе. Давайте против варваров лучше поставим. И тут на поселенцев. Тут у нас пингало. На этом пока все. Спонсоры канала «Продолжение» могут увидеть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно выйдет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.